Ну а теперь обо всем подробнее. План развития Дагестана в ближайшее время. Чему прежде всего в регионе уделят особое внимание и в каких направлениях будет развиваться сотрудничество с Республикой Татарстан. На эти и десятки других часто задаваемых вопросов ответил глава Дагестана Владимир Васильев в своем обращении к жителям республики. Я отвечу на вопрос, который слышал от вас, дорогие дагестанцы. С кем мне пришлось встретиться, вот так, лицом к лицу. Вы говорите о чем? Что у нас с вами большие надежды связаны. Эти надежды состоятся, если мы будем работать вместе и спрашивать с власти и отвечать на ваши вопросы. И добиваться каждый день, каждый месяц каких-то изменений к лучшему. Не сразу, но мы это сделаем. Ну а для того, чтобы вы это поверили, мы договорились и уже работаем больше полутора месяцев с Республикой Татарстан. Почему с Татарстаном? Потому что она близка к нам во многом. По населению, по составу. Большая республика. По верованию. Это мусульманская республика. В трудные времена, когда в 90-х делали выбор, Татарстан пошел одним путем. И к чему он пришел, мы видим. Каким путем пошел Дагестан, мы тоже видим. Вот сейчас мы можем в этом историческом периоде, я думаю, в коротком обозримом времени, использовать опыт этой республики. И наши возможности, и наш опыт, и добиться больших результатов. Наши коллеги ездят в Татарстан постоянно, оттуда приезжают к нам, идет обмен специалистами, идеями. Мы составили совместный план работы, который недавно подписал президент Татарстана и я. И три министра от каждой стороны. И этот план из себя представляет конкретную программу. Например, завод Кэмс-Наш и КАМАЗ должны в определенный период времени решить определенную задачу. И там определено, кто это должен сделать. Мы будем вот таким вот образом действовать. И по направлениям деятельности. В ближайшее время, с 1 по 3 марта, в нашу республику прибывают очень интересные люди. 20 выдающихся ведущих специалистов медицины. Это ученые, практики. Они будут работать у нас три дня. Они будут посещать наше лечебное учреждение. Они будут интересоваться. Они будут консультировать. Они будут проводить операции на высочайшем уровне. А потом у нас будет министр здравоохранения. Мы подведем итоги. Составим программу развития, совершенствования. У нас есть проблемы. У нас пока высокий уровень онкологических заболеваний. Новообразований. Это вызов. Уже в этом году у нас будет такой центр, который называют гамма-нож. Высокотехнологическая услуга медицинская. И такого нет центра на Северном Кавказе. Мы будем решать вопросы, накопившись, в том числе и с тем оборудованием, которого не хватает. У нас почти 80 флюорологических установок проработали 10 лет. Срок исходит. Мы это решим тоже вопрос. Так что вот по таким программам, связанным с экономикой нашей республики, с экономикой России, и под руководством федеральных министерств и ведомств, мы будем, опять же, прозрачно, открыто, контролируемо проводить эту работу. Мы в этом году, вот со всеми, с кем я не поговорю, пришли уже к пониманию, что мы хотим отремонтировать 100 ветких школ Дагестана, а их у нас более 200, в течение года. Очень амбициозные планы. Для этого я должен обеспечить сбор налогов. Первое. И найти понимание людей. Второе. Будем эти школы строить по принципу частного государственного партнерства. Это небольшие в основном школы. Большие школы будем строить за счет пока бюджета России. Мы пока не обладаем таким бюджетом. Но мы будем к этому стремиться. Потому что чем больше денег придет в бюджет, и я, как никто в этом заинтересован, люди должны это увидеть, ровно настолько будут решаться социальные вопросы, благополучие людей. Люди должны почувствовать, платить налоги, соблюдать закон намного комфортнее, чем делать обратное. Почему значительная часть чиновничества, да и не только чиновничества, привыкла, как к обыденной жизни. Вот с этим надо заканчивать. Иначе тогда не получится. Не получится. Потому что я не волшебник. И создать условия для лучшей жизни не смогу. Но вместе у нас получится. Не сомневаюсь. Но сейчас, я думаю, те процессы, которые идут, если тем кто-то сомневался, ну поговорит, поговорит, а дальше мы посмотрим. Жили и переживем. Я вам хочу сказать, кто так думает. Остановитесь. Налоги будем платить. Есть я, здесь нет. Никакой разницы. Я еще раз подчеркиваю. Меня не будет, другие будут, и все равно это будет делаться. Вы своему народу не платите то, что обязаны отдать. В то же время президент выделил из резервного фонда страны, можно сказать, крайние, последние деньги. 4,2 миллиарда. А почему эта сумма возникла? Да потому что не реализовали то, что должны были сделать. Нужно было получить неналоговые доходы от продажи сетей. Но это не смогли сделать. Да и не захотели еще, честно говоря. Не обеспечили. Вот это, конечно, самая большая проблема сегодня. Добиться того, чтобы власть, говоря, добивалась результата. И этот результат был понятен и полезен людям.